На прошлой неделе масштабная бизнес-делегация Ульяновской области работала в Республике Беларусь. В рамках визита состоялся ряд важных встреч. В первую очередь мы обсудили новое направление сотрудничества с президентом Республики Александром Григорьевичем Лукашенко. Так, авиастоятельные предприятия Ульяновской области и Республики Беларусь продолжают налаживать прочные связи. Наш регион готов углубить производственную кооперацию в этой сфере. И сейчас ряд переговоров находится в завершающей стадии. Особое внимание уделили вопросам импортозамещения. Странам удалось подписать 9 новых соглашений. Большинство из них в промышленной сфере. В ходе переговора белорусскими коллегами был презентован нам их промышленный и туристический потенциал. И такая же презентация состоялась с нашей стороны. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между управлением спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета и нашим агентством по туризму. В Ульяновской области реализован федеральный проект формирования комфортной городской среды. В этом году благоустроили 86 дворовых территорий и 18 общественных пространств. Жители нашего региона, таких муниципальных образований, как Барыш, Корсун, Сурская, Новый Яновский, Димитровград участвовали в федеральном конкурсе и выиграли его, получив гранты на благоустройство общественных пространств. Поэтому мы кроме 86 территорий и 18 общественных пространств еще и ведем работы по этому конкурсу. Работы в театральном сквере завершат к ноябрю. Сроки сдачи сквера сместились из-за археологических раскопок. Открылись артефакты исторические и ушло время. Поэтому то, что мы планировали в августе месяце завершить, завершим до конца октября. И парк молодежный в городе Ульяновске тоже до конца этой недели рассчитываем завершить. В регионе также реализуют национальный проект «Наука и университеты». Он направлен на обеспечение технологического суверенитета. Одна из задач – обеспечить присутствие России в числе 10 ведущих стран по уровню развития науки. Все эти проекты успешно реализуются уже не первый год. Создаются на территории региона научно-исследовательские лаборатории. Особое внимание в влечении молодых кадров. Причем есть отдельные программы, которые поддерживают именно лаборатории, возглавляемые молодыми учеными. Обсудили завершение уборочной кампании. В регионе заканчивается сбор сахарной свеклы. Она собрана на 58%. Сахарный завод в Ульяновске будет полностью обеспечен собственным сырьем. Подсолнечник собран на 75%. Картофель – на 90%. Губернатору Алексею Русских пожаловались на перебой с работой маршрута номер 31. По словам руководства администрации города, расписание автобуса уже отрегулировали. Другая проблема. В Ульяновске более 30% водителей трамваев и автобусов ушли на больничный. Алексей Русских поручил министру здравоохранения провести коллективную вакцинацию водителей от гриппа прямо на линии. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.